Приветствую всех на нашем канале. В сегодняшнем видео я расскажу как мы заполняли заявление о предоставлении 2-срочной визы на воссоединение семьи с нашим ребенком. Перед вашими глазами видите пример. Здесь будут все описаны данные. Единственное, что вы поставляете свои данные и в принципе никаких проблем у вас не будет с заполнением данной анкеты. Итак, начинаем с первого пункта. Первый пункт это фамилия вашего, соответственно, нашего ребенка с прописными буквами. Можно писать ручкой, можете заполнять на компьютере, как вам удобно. Я вам показываю здесь, чтобы было видно и разборчиво это все было доступно. Второй пункт, остальные имена, то есть остальные имена, здесь указываем не. Пишем это означает нет на чешском. Третье, крестные имена, это имя, то есть пишем свое имя, имеется ввиду своего ребенка. Вот и также эту визу, долгосрочную визу заявления можно заполнять и на рабочую карту, она будет аналогичная, то есть можно заполнять на жену, опять же, если идет вопрос о долгосрочной визе. Если это долгосрочное пребывание, не забываем, это зеленая анкета, она чуть по-другому выглядит. Переходим дальше к четвертому пункту, здесь мы указываем дату рождения. Пятый пункт, место рождения, то есть в каком городе родилась, родился и так дальше, ваш ребенок. Дальше, здесь же указываем государство рождения, это Украина, такая идентификация, Укр. В шестом пункте аналогично, гражданство, гражданство, Украина. Седьмой пункт, современное гражданство, Украина. Восьмой пункт, это пол, мужчина или женщина. Девятый пункт, семейное состояние, в данном случае ребенок еще как бы несовершеннолетний, соответственно, ставим галочку неженатый, незамуженный. Десятый пункт, фамилия отца. Дальше, имя. Одиннадцатый пункт, фамилия матери, имя матери. Двенадцатый пункт, виду проверения личности. Здесь мы указываем нормальный паспорт, бежни, цистовый паспорт. Ставим галочку здесь. В тринадцатом пункте указываем номер заграничного паспорта. Это ваш будет номер, как он у вас там выглядит, и вы сюда переписываете. Четырнадцатый пункт, это будет выдача, кто вывел, Украина. Пятнадцатый пункт, дата выдачи, шестнадцатый, до какого числа действительный. Здесь вы указываете все эти данные. В семнадцатом пункте, если вы живете в другой, чем домашней стране, укажите право на возвращение в страну жительства. Здесь, как правило, ставится галочка нет. Если да, то ставится галочка да. Если ранее жили в какой-то другой стране, или есть гражданство другой страны, то здесь указываются все эти данные. Восемнадцатый пункт, современная работа. Вот здесь вот были у нас вопросы как раз. Мы ставили галочку нет, нам сказали переделать. Сразу там зачеркнули и пишем. То есть на данный момент наш ребенок, ученик, ученица, указываем школачка. На чешском это будет ученица. Девятнадцатый пункт, сразу же это заместнователь. То есть здесь мы указываем работодателя нашего, либо название образовательного учреждения. В данном случае это школа. Как видите, вот так вот пишется школа на чешском. Адрес работодателя, либо учебного заведения. Указываем улица, число и город, в котором вы будете учиться, ваш, точнее, ребенок. Дальше телефон работодателя учебного заведения. Указываете чешский номер телефона работодателя. Где плюс 420 это код страны Чехии. Ну и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это 9 цифр, телефонное число школы. Смотрите, в этих данных, тут если вы не знаете, где ваш ребенок будет учиться, то здесь можете указывать любые данные, которые есть в вашем городе. То есть имеется в виду, любую школу можно здесь указать. И это, в принципе, ничего страшного не будет. Главное, чтобы он был. Вот. Я, как узнал свои данные, я просто случайно сделал скрин. Такая вот ситуация получилась. Скрин своей будущей школы. Написал эти данные. То есть будем мы в этой школе учиться, будем в другой. Не знаю. Поэтому указывал эти данные. А там уже никто их, конечно, проверять не будет. Но в любом случае это все прокатило, так сказать. 20 пункт. Здесь указываем работодатель на территории Чешской Республики. Ставили галочку «НЕ». 21 пункт «Место тревалого, долгодобого побыта в Цезине». Здесь имеется в виду прописка в Украине. Здесь указывается улица, число, то есть ваш номер дома, город, в котором проживает, либо там поселок, деревня, как хотите. Почтовый индекс обязательно, государство и номер телефона. Номер телефона указывает, если ребенок живет на данный момент с бабушкой, с дедушкой, это указывает и номер телефона бабушки, либо дедушки. Если есть у ребенка, конечно, телефон, но лучше его не указывать, потому что могут позвонить, задать какие-то вопросы. Поэтому лучше указывать дедушке, либо бабушке. Либо кого-то там старших братьев, сестер, если есть такой. В 22-м пункте указываем предыдущие пребывания на территории Чешской Республики дольше, чем 3 месяца. Здесь ставим «Н». 23-й пункт – это адрес, место пребывания на территории Чешской Республики. То есть это тот адрес, где будет жить ребенок. Ну и где, соответственно, проживаете вы. Название улицы, число дома, город, в котором будете проживать, почтовый индекс этого города и государство оставим Чехия. То есть все заполняете английскими буквами. 24-й пункт – адрес для вручения на территории Чешской Республики, если он отличается от места пребывания. Здесь мы поставили «Н», потому что у нас адрес не отличается. Но если у вас, допустим, отличается, то можете поставить этот адрес, прописать. Если нет, то просто ставим «Н». 25-й пункт – это важный пункт, предполагаемый на время пребывания. Мы указали 187 дней, то есть так получилось. Сейчас пойдем дальше, как я его посчитал, расскажу более подробно. 26-й пункт – предыдущие визы ставим «Нет». 27-й пункт – здесь тоже все идет полностью «Не-не-не». 28-й – это цель пребывания. Изначально я поставил пункт «Остальное», но это было неправильно, и мы поставили, нам сказали переделать, поставить «Посещение семьи». Вот здесь ставится галочка, специфицируйте «Слоучение с родиной», с восемьей семьей. И вот 29-й пункт – дата предполагаемого приезда. То есть мы поставили дату с 1 августа 2020 года, и дата предполагаемого отъезда. Дата там стоит 3 февраля 2021 года. Откуда эта дата? Это дата окончания рабочей карты того человека, с кем воссоединяется первое лицо. То есть ребенок воссоединяется в данном случае с папой. Это дата окончания рабочей карты «Моя». И, соответственно, дата предполагаемого приезда ставите какую хотите, а дата предполагаемого отъезда ставится до окончания рабочей карты. И вот эта разница высчитывается в днях. И вот получается как раз эти 187 дней с 1 августа до 3 февраля. Вот это количество и прописывается. Если у кого отличается, соответственно, пишите любые другие данные. Если хотите, можете поставить, допустим, если у вас дата окончания 22 год, и вы хотите на полгода, можете просто поставить 180 дней, и никаких вопросов не будет. Это уже решать вам. То есть такая вот ситуация. Следующий пункт, 31 место входа на территорию Чешской Республики. Здесь мы прописываем Чешская Республика. То есть все зависит от того, какая страна первая будет у вас при вступе на эту территорию. То есть мы будем лететь самолетом, где мы указываем в следующем пункте, 32 пункт летатло. То есть планируем, что это будет либо Киев, либо Харьков. То есть прямой авиарейс. И первая страна, в которую мы приедем, это будет Чешская Республика. Кто едет автобусом и будет ехать, например, через Польшу, то здесь нужно указывать первая страна, Польша. Если это будет автобус, то в 32 пункте указываем не летатло, а бус, либо автобус. Если это машина, то будет указывать авто и так дальше. 33 пункт. Здесь приглашающие юридическое или физическое лицо. В данном случае это отец, то есть я приглашаю, соответственно прописывается имя, фамилия мои. Ну и соответственно у вас будет аналогичная ситуация. Кто приглашает, того и данные указываются. Указывается адрес проживания в Чехии. То есть улица, число, город, почтовый индекс, статуи государства Чехия и ваш чешский номер телефона. 420 код и дальше 9 цифр. Это телефонный номер вашего чешского абонента. Также указываете электронную почту обязательно, чтобы с вами могли поддерживать связь. И следующий 34 пункт. Способ обеспечения оплаты расходов, связанных с пребыванием. Опять же ставим галочку. Кто оплачивает, это приглашающее, физическое лицо. Указываем соответствующие документы. Это банковый учет. Так вот прописывается. Это имеется в виду карточка ваша. И здесь также в следующем пункте 35 ставим галочку финансовая наличность и платежные карточки. А еще остальное указываем. Доклад подтверждения о заисштении убитывании. Это тот документ, который подтверждает, что иностранцы будут проживать здесь в Чехии. И сами Чехии не против этого, то есть, которые вам сдали квартиру, общежитие и так дальше. В этом докладе это идет подтверждение. Как видите, страхование пока пропускается, потому что нужно получить положительный ответ, и потом только добавляется страховка. Следующие пункты 36, 37 ставим нет. Это уже муж, жена, дети, ребенка, соответственно, у него их нет пока еще, поэтому все пишем нет. Пункты А, Б, С, Д. Все нет. И 38 пункт, здесь уже указывается домовская адрес ожидателя, то есть, домашний адрес заявителя, улица в Украине по прописке, номер дома, город, в котором проживаете, код страны Украина и телефонный номер, опять же, бабушки, дедушки, либо взрослых детей можете указывать. А также, с 40 пункта указываем электронную почту вашу, то есть, можно здесь все указывать обязательно. Если есть еще, опять же, чешский номер, можно сюда его прописывать, ваш чешский номер. То есть, я добавлял чешский номер в 39 пункте. Дальше все это пролистываем. Здесь Киев, и здесь будет стоять дата. Киева, если вы подаетесь в Киеве, соответственно, если Львов, это Львов, и ставится дата подачи, которая у вас стоит в приглашающем письме. То есть, там, 30 июня, 14 июля, 5 мая и так дальше. А в следующем, где подпись заявителя, видите, прописано отец. Я вставил свою подпись, и нужно было в скобках указать, кто это. Отец, если подается мама, то это матка. Если уже будет подаваться там семейные пары, муж с женой, то там уже будет указываться. Либо манжел, либо манжелка и так дальше. А может, это не будет указываться. Все зависит от индивидуального каждого случая. Ну, вот, в принципе, вот такая вот система. Такой вот вариант заполнения анкеты. Сложного, на самом деле, ничего нету. Главное, просто почитать, съесть все эти данные, внести корректно, правильно, перепроверить. Если остаются какие-то вопросы, задавайте. Кто еще не подписан на наш канал, подписывайтесь, ставим лайки, не стесняемся. Вот так что, вот такие вот пирожки, как говорится. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Пока-пока.